Вторая выставка «Экология. Образование. Бизнес» прошла в стенах Горьковской библиотеки. На ней были представлены яркие проекты и разработки в сфере экологии. Подробности у нашего корреспондента. Бизнес в сфере экологии призван снизить или устранить негативные последствия вредного влияния на окружающую среду. Его целью является не только получение прибыли, но и оздоровление окружающей среды. Участники выставки представили свои проекты и имеющиеся разработки в медицинской сфере строительстве, выращивании экологически чистой сельхозпродукции. Одним из участников мероприятия выступил Центр защиты леса, который представили специальное устройство для выявления внутренней структуры древесины. Оно помогает определить, здорово ли дерево изнутри или его необходимо спилить. Этот прибор используется в городских условиях, либо в частном порядке на частных территориях. Определяется диаметр ствола и на равном расстоянии подсоединяются импульсные датчики. Подключается к компьютеру прибор, далее задаются импульсные сигналы, методом простукивания и выводится картинка на экран. Подключение прибора безопасно для самого дерева и не наносит ему вреда. Датчики для определения структуры крепятся на штыри, которые после проверки обрабатываются, чтобы не занести вредные бактерии непосредственно в дерево. Выставка на базе библиотеки Горького проходит уже во второй раз и привлекает все большее количество участников. В этом году мероприятие посетили и студенты колледжей Тверской области. В сравнении с прошлым годом у нас прибавилось количество участников. В прошлом году было 16, в этом году уже 20. Ну, расширился вообще как бы так вот ассортимент того, что представлено. Очень приятно, что приехали из области. Область отозвалась Вашневолодский, Ржевский колледж. Помимо выставки, на мероприятии для участников организована деловая программа. Прошел круглый стол по теме новой системы обращения с ТКО. Также для участников организовали встречи с представителями ведущих экологических и профильных общественных организаций, учеными и предпринимателями. Субтитры создавал DimaTorzok